допустим нам нужно соединить концы косой бейки как это сделать предположим вот моя косая бейка мне нужно соединить вот эти два конца как это сделать раскрываю так чтобы на меня смотрела лицевая сторона материала теперь вот эту часть раскрываю так чтобы на меня смотрела изнаночная сторона материала и укладываю лицевую к лицевой вот таким образом она может быть уже за утюжена вот эти линии могут быть еще не за утюжены подкалываю булавками по четырем сторонам такого квадрата который у нас получается при наложении одной стороны к собейки к 2 какой квадрат вот смотрите вот у нас получается квадрат вот он вот четыре стороны что я делаю теперь объясняю от вот этого угла до этого угла я прокладываю машинный соединительный шов в начале шва машинная закрепка и в конце как всегда вот эти лишние булавки я убираю допустим я уже проложила этот шов предположим вот он уже здесь теперь срезаю вот часть этого треугольника оставляя припуск на шов небольшой насколько большой зависит от ширины косой бейки я думаю что 5 миллиметров будет достаточно 5-7 миллиметров вот для такой ширины косой бейки ну наверное сантиметр это максимум если из очень плотного материала допустим из плотного атласа то в начале сантиметр затем разутюживаем вот эту линию и можно еще чуть-чуть подрезать края убрать лишнюю толщину подрезать вернее припуски то есть уменьшить ширину припуска шва вот таким образом у нас получается наша заготовка если у нас не было заутюжена вот такая линия у меня просто для примера для были остатки уже заутюжена я не стала разутюживать но изначально у нас нету вот этой вот средней линии а просто вот такой прямоугольник и когда мы выполняем шов вот у нас такое получается соединение все швы мы всегда разутюживаем и шов получается более красивый например нам нужно обработать низ фаты какой бы длины не был низ фаты 10 метров девять пять метров шесть метров то есть сколько бы нам не понадобилось или на низ юбки свадебной мы можем сделать косую бейку любой нам длины соединяя вот таким вот образом